Сейчас будем готовить торт, который в особых представлениях не нуждается — медовик. Если вы пробовали сделать классический медовик хотя бы раз, то оценивайте объем работы. У медовика много коржей, с которыми нужно повозиться, но у меня есть крутой рецепт медовика, где коржи выпекают по супербыстрой и простой технологии. Торт «Медовик» состоит из медовых коржей и крема. Крем делается быстро, и особо его ждать не надо, поэтому начинаем с коржей. Люди делают ошибку часто. Знаете, делают такие бледные коржи, где как бы особо вкуса меда нету. То есть ты его чувствуешь, но он как будто не карамельный, не закарамелизирован как надо. Я вам сейчас покажу, как сделать коржи. Помимо того, что они будут очень быстро и легко выпекаться и делаться, еще покажу, как правильно их сделать, хорошего темного цвета, чтобы у них был и аромат, и вкус. Для начала нужно нагреть мед. Меда 120 грамм. Мед ставим нагреваться на огонь. Огонь не должен быть слишком высокий. Низкая температура, потому что нам нужен постепенный процесс. Иначе он не успеет расплавиться, начнет быстро сгорать, будет слишком горько. Когда мед растопился, произойдет самый главный нюанс – тесто. Мы добавляем туда соду. Сода – это щелочь. Мед – это кислая среда. За счет этого щелочь начинает работать и выделяется углекислый газ. Получается, что тесто воздушное, да, это тот же самый способ, когда и разрыхлитель добавляют в тесто. Сразу цвет желтенький. Сейчас начинает карамелизироваться мед. Вот такая должна быть штука. Мешаем еще. Замес должен быть непрерывный. Оставите, у вас горит потемнее. Поэтому сода в настоящем медовике играет роль не только для хорошего теста, а еще дает правильный вкус. Тот самый узнаваемый. Следующий ингредиент – сливочное масло. Добавляем в мед и начинаем вместе замешивать. Сейчас масло начнет плавиться, и вот эта вся масса станет жирненькая и сливочная. Основа теста готова. Обычно делают такое, знаете, плотное тесто, потом которое нужно охлаждать, потом его надо раскатывать, делать, вырезать аккуратные коржики и так далее. Это все долго и муторно. Я вам покажу тесто жидкое, которое нужно просто налить на противень, вот так вот размазать и быстро выпечь в духовке. Это, поверьте мне, ускоряет процесс в разы. Что важно? Так как это тесто, конечно, яйца, мне нужно 5 куриных яиц. Разбиваю в миску и взбиваю с сахаром. Два. Кидаю на пол просто. Да там ведро стоит у меня. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу обратиться к людям, которые до сих пор не врубаются, что так делать нельзя. Знаешь, иногда едешь на машине или на такси, едешь, например, и кто-то из соседей машины открывает окно и выкидывает сигарету. И закрывает и едет дальше. Друзья, не делайте так никогда в жизни. Яйца взбиваем с сахаром. До пенки. Так, смотрите, когда яйца стали вот такие вот, видите, чуть-чуть взбились. Взбиваем еще, добавляем туда соль. Кстати, соли здесь довольно-таки много, обратите внимание. Не чуть-чуть, потому что соль, она будет на контрасте со сладкими коржами. Давать им более выразительную сладость и медовый вкус. Это важно. И добавляем туда муку. Перемешать без включенного миксера, чтобы у вас все не разлетелось тут. А потом тихонечко включить. Все, отлично. Ну а теперь, смотрите, в эту миску с мукой, тоненькой струйкой, начинаем добавлять... Ну-ка, Мэри, иди подержи. А у меня что-то миска здесь крутится. Вот так, одной рукой, да. Все, теперь аккуратненько, тоненькой струйкой, начинаем вливать наше горячее медовое тесто в основную массу. Видите, что сразу происходит? Тесто начинает становиться такое прям красивое, медовое, темное, карамельное. Все, спасибо. Что бы я без тебя делал? Какое крутое тесто получилось. Глянцевое, медовое, красивого цвета. И совсем не похоже на то тесто, которое делают для классического медовика. Ну а вот теперь, смотрите, моя задумка быстрых коржей. Вам потребуется противень из духовки. Обыкновенный, вот такой вот. У вас он тоже дома есть. Бывает с высоким бортиком, бывает с низким. Если у вас два противня, воспользуйтесь двумя. Так будет быстрее. Если один, выпекайте по очереди. Тут все просто. Выпекать будем на пергаменте, так, чтобы точно тесто не прилипало. На противень не надо, иначе не снимете. Кладем пергамент. Визуально делим. Я просто этот рецепт прорабатывал, я знаю, что у меня должно получиться три противня теста, каждый из которых я буду делить на четыре части. Итого у меня получается 12 слоев. 11 у меня пойдут в торт, а один я перебью в блендере на посыпку. Поэтому тесто визуально делим на три части и выливаем прямо в центр. Так вот, раз. Вот, наверное, вот так вот хватит. Наша задача сделать из этого жидкого теста квадрат одинаковый по толщине. То есть сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Знаете, размазывать легче, чем раскатывать. Размазал по бумаге и получил корж. Медовый квадрат. Александр Белькович, пожалуйста. В следующем году планирую выставку в Эрмитаже. Я, кстати, был в Эрмитаже, видел черный квадрат. Один из, да, их же несколько. Ну все, интеллектуалы, любители медовиков. Первый медовый квадрат Бельковича готов. Опа. Таким же образом нам нужно поделить тесто еще на две части и сделать еще два медовых квадрата Бельковича. Вот сюда. И вот сюда. Ну что, отправляем коржики в духовочку. Смотрите, у меня три противня, поэтому я оставлю их все одновременно. А если у вас нету трех противней, то готовьте и выпекайте по очереди. Опа. Опа. Все, закрываем. 8-10 минут, 160 градусов. Пока коржики выпекаются, займусь кремом. У меня будет крем самый простой, самый классический, честно говоря, самый вкусный. Крема делают разные. Кто-то там творог перетирает, кто-то сливки добавляет, кто-то сливочное масло. Я вам предлагаю самый простой вкусный вариант. Это сметана с сахарной пудрой. Поверьте, если сметанка кисленькая и правильная, то этого достаточно. Коржики пропитаются и будет то, что надо. Сметана не должна быть слишком жирная. То есть у нее должна быть жирность 15-20%. То есть сметанка должна быть, ну, такая, довольно-таки плотненькая. Добавляем туда сахарную пудру и перемешиваем. Почему сахарная пудра, а не песок? Потому что сахарная пудра быстрее растворяется и не делает сметану жидкой. Так как у нас коржи выпекаются, потом их надо еще нарезать, это все требует времени. Поэтому крем не оставляйте в тепле, уберите в холодильник, чтобы он остался плотным, хорошим. И чтобы потом мы коржики намазывали, и у нас ничего не растекалось. Убираем в холодильник. Опа. Пускай стоит. Когда готовите три противни одновременно, то надо контролировать. Вот видите, где-то посерединке слабже выпекает, а сверху и снизу бывает сильно. Поэтому вот этот коржик, например, видите, он уже темненький, он готов. Его можно доставать. А остальные пускай допекаются. Так, а вот теперь с этими коржиками есть нюанс. Это тесто мягкое, пока горячее. Со временем оно застынет и будет крошиться. Поэтому нужно его нарезать, пока оно горячее. И аккуратно, пока горячее, снимаем с него пергамент. Отрезаем вот так вот краешек. Раз. Два. Делим ровно на четыре части. Теперь аккуратненько его так совмещаем. Следующий кусочек. Снимаем. Переворачиваем. Пергамент. Раз. Краешки обрезаем. Вот эти все обрезочки. Хочется их сразу съесть. Никому не отдавайте. И сами не ешьте. Они нужны. Из них мы потом делаем обсыпку, которой покроем торт. Поэтому обрезочки экономьте. И последний коржик. Нарезаем. Быстренько берем вот эти вот коржики, чтобы они были одинаковые. Кладем один на один, чтобы у нас тортик получился ровный. Нужно, чтобы все коржики были одного размера. Аккуратненькие. Поэтому можете вот так вот собрать их в одну целую, пока они еще тепленькие. Надрезать здесь. Потом развернуть. Подрезать с этой стороны. И вот так вот. Все. Теперь я понимаю, что у меня все коржики примерно одинакового размера. И будет у меня красивый ровный медовик. Все обрезочки лишние. Мы их никуда не выкидываем. Переложить их на противень. Пускай они чуть-чуть подсохнут. Скоро из них сделаем обсыпку. И обратите внимание, у меня получилось сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать слоев. И один такой самый маленький и неудачный. Я все-таки кладу в сторонку. Из него тоже сделаю крошку. И начинаем собирать медовик. Первый слой. На корж выкладываем сметанный крем. И вот так вот размазываем. Теперь следующий. Пошел крем у нас. Нежный сметанный крем. Кисленький, вкусный, в меру сладкий. Нежирный. Пропитывает правильно приготовленные коржики. Ну, а еще, знаете, у меня план собрать высокий медовик. Сейчас модно делать высокие десерты. В какую-нибудь модную кондитерскую приходишь. У них всегда десерты вот такие, знаете, кубики лежат. Там медовик, наполеон. Думаешь, как классно смотрится. Сразу ощущение, что десерта много, что он красивый. И хочется его быстрее попробовать. Теперь промазываем наши краешки, чтобы у нас стеночки были полностью покрыты сметаной. Во-первых, видите, крем вылезает, когда собираем торт. А если не хватает, можно вот так вот отсюда. Вот. Если у вас вдруг вместо ложки есть силиконовая лопатка, то воспользуйтесь ей. Потому что тогда у вас все экономно получится. Купите себе такую лопаточку. Если часто печете, занимаетесь кремами, то это просто необходимо. Дальше. Из этих сухариков, вот видите, они высохли и стали прямо, видите, ломаться. Из этого нужно сделать крошку. Удобнее всего взять вот такой кутер и перебить там ножом. Так они получаются такие равномерные крошечки и мелкие. Так, отлично. Раз партия готова, пересыпаем. Обсыпаем медовик, так сказать. Забрасываем его. Так вот чуть-чуть. И к мокрой сметанке, видите, прилипает сразу крошечка. Сверху засыпаем. Вот так вот. Смотрите, какой он красивый. Теперь нужно торт убрать в холодильник, чтобы он пропитывался, становился мягкий. Коржики впитывали в себя этот замечательный крем. Конечно же, если у вас холодильник, ну, супер фреш, то можете ставить в открытом виде. Но тогда он, конечно, ну, все равно есть риск, что он пропитается запахами. Потому что кондитерка и сметана делают такое. У меня вот такая вот тарелочка. Большая. Можете взять кастрюлю самую большую в доме. Накрываем аккуратненько тарелочкой. Главное, чтобы она была по площади больше, чем торт. И убираем в холодильник на ночь. И на следующий день достаем пропитанный, сочный, вкусный медовик. Вот такой у нас кубик-рубик. Смотрите, какой красивый, крутой, нарядный. Фишка, что у вас торт большой, и кусочек надо нарезать тоненький. Ну вот он, смотрите, какой нежненький, красивый. Как раз прямо мягенько, видите? Раз мягенько, раз мягенько. Торт, он должен быть как торт-тянучка. Ты когда его кладешь, кусочек торта в рот, и он должен прям размазываться по небу, по языку, так вот по зубам, короче. И потом так ешь его, и тает во рту. Вот таким должен быть медовик. Да, это то, о чем я говорил. Вкусный, сочный. Вот этот карамельно-медовый вкус и нежная кислая сметанка. Шикарный медовик. И вы сможете сделать так же. Чтобы приготовить медовик, нужны яйца, сахар, мука, сливочное масло, мед, сода, сметана и сахарная пудра. Кусок медовика 95 рублей.